О такой важной теме, как подготовка пациента к колоноскопии. Итак, для начала хотелось бы поговорить о статистике. По статистике мы видим, что на 2018 год заполиваемость по разным странам мира на 100 тысяч населения, а именно в США и в России, примерно одинаковая. При этом смертность от колоректального рака превышает почти в два раза. И по прогнозам этого же исследования, на ближайшие 10 лет предполагается, что заполиваемость вырастет почти в два раза, то есть превысит прогнозически еще больше. Таким образом, мы делаем вывод, что колоректальный рак занял второе место по заболеваемости среди онкологии у женщин после рака молочной железы и крепкое ответе место по заболеваемости среди онкологии у мужчин после рака легких и рака предстательной железы. В России также проводилось исследование, которое длилось... Это было статистическое исследование за 10 лет, которое наблюдало рост заболеваемости отдельно по двум зоологиям по раку опоточной кишки и по раку прямой кишки. И это исследование нам говорит, что процент заболеваемости вырос на 31 и 21 соответственно. Нужно понимать, что 6 из 10 случаев каждого этого заболевания можно было бы предотвратить, если бы пациенты прошли скрининговую колоноскопию, совмещенную с полипектомией, так как сама по себе полипектомия снижает риск возникновения колоректального рака на 70%. Но просто пройти колоноскопию, это еще не значит, что пациент будет спасен от возникновения колоректального рака, потому что колоноскопия должна соответствовать критериям качества. Для этого нам представлены следующие тайтлайны. На первом месте стоит качество подготовки, которое должно быть не менее 6 баллов по постамской шкале в 90% случаев. Дальше мы говорим о том, что колоноскопия всегда должна быть тотальной, то есть не менее чем 90% случаев. АДР должен составлять, соответственно, не менее 20% случаев. В идеале, чем больше, тем лучше. Напоминаю, что АДР – это количество колоноскопий, при которых была выявлена и гистологически подтверждена хотя бы одна адмома, деленная на общее количество выполненных колоноскопий. Ну и, естественно, время извлечения аппарата должно быть не менее чем 6 минут. Также, говоря о клинических рекомендациях российского общества эндоскопистов, мы достоверно можем видеть, что применение сплит-режима подготовки повышает качество исследования и выявления АДНО. И мы понимаем, что вроде и гадлайн у нас есть, и клинические рекомендации, но, тем не менее, плохая подготовка все равно встречается. С чем же это связано? На этот вопрос он также дает ответ статистика. В России в 2017 году было проведено исследование, в котором участвовали 14 клиник. И результатом этого исследования стало то, что использование сплит-режима наблюдается всего лишь в 18% случаев. И мы видим, что клинические рекомендации недовыполняются. Следствием этого стала неадекватная подготовка, то есть снижение рекомендации ЕСГИ. Ну, как следствие, это снижение количества выявленных АДНО. К чему все это может привести? Испанское исследование говорит нам о том, что среднее количество пропускаемых АДНО составляет почти 14%. Но самое страшное, что пропускаются не только АДНО, а уже сформировавшиеся злокачественные новообразования. Это случается почти в 7% случаев. На данных изображениях мы видим частоту и локализации, в которых наиболее часто пропускаются новообразования. Локализации примерно одинаковые, но АДНО превалируют в левой половине, а раки превалируют в прямой кишке, согласно этому исследованию. Также было проведено исследование, которое достоверно подтверждает, что в зависимости от адекватной подготовки вырастает АДНО. При неадекватной подготовке он составлял 26%, при адекватной у этих же пациентов он составил уже 54%. И, исходя из всего вышесказанного, перед нами складывается следующий паскат событий. Неадекватная подготовка – это наличие остаточного содержимого в кишке. Причем это могут быть не только твердая масса, но и жидкая часть, которая… Жидкость непрозрачная, соответственно, все осмотреть мы не можем. Таким образом, даже в случае, если мы достигли купола с такой кишки, тотальная колоноскопия перестает быть тотальной, потому что часть кишки остается неосмотренной. К чему это ведет? Это ведет к пропуску новообразования. На этом слайде, на этом фото, хорошо видно, что без, скажем так, обозначения практически незаметно. Это новообразование, тем не менее, это была зубчатая паскат. К чему приводит все это? Приводит к тому, что пациент вынужден приходить на колоноскопию повторно. А мы понимаем, что далеко не каждый пациент на это согласится. Как следствие, происходит отсрочка диагностики, отсрочка лечения, ухудшение прогноза и повышение риска летального исхода. Ну и дополнительные материальные расходы. Для пациента это потеря на лечении материальное, для государства. Это потеря, опять же, на лечении. Это потеря материальных средств на больничные листы, на то, что повышается количество инвалидизации и летальных исходов. На данном слайде мы видим наглядно, что чем позже выявляется какое-либо новое образование, тем ниже пятилетняя выживальность. Как же нам оценить качество подготовки пациента к колоноскопии? Для этого у нас есть бостонская шкала, согласно которой адекватно считается та подготовка, где общая сумма баллов не менее шести. Но каждый сегмент должен быть оценен не менее чем в два балла. Здесь есть одно, но очень важное «но». Подготовка оценивается после дополнительного отмывания слизистой ополочки в случае, если это требуется. Ну и здесь мы спускаемся с небес на землю, потому что мы все работаем в реальной жизни, и далеко не у каждого есть водная помпа, которая поможет мыть слизистую. Более того, мы всегда ограничены во времени. Если мы говорим о колоноскопии, то чаще всего это плановое исследование. А если мы говорим о скрининге, то тем более. И пациенты приходят по записи, соответственно, мы всегда ограничены во времени. Чего у нас нет, мы уже поняли. Что же у нас есть? Опять же, чаще всего, по крайней мере, если мы говорим о Крыме, до сих пор очень многие клиники работают на фиброскопах. Работать на фибре – это все равно, что смотреть на солнышко. К этому добавим время. Вдруг у нас при этом есть водная помпа. И добавим время на отмывание кишки. Я думаю, что после одной такой процедуры врач уже, даже если захочет, очень сильно он вряд ли что-то сможет увидеть. И опять же, у нас есть очередь. Пациенты приходят к нам по времени. А чем дольше пациент ждет, тем быстрее кишка заполняется содержимым. И у нас возникают очень серьезные проблемы. И что же нам в этой ситуации делать? Делать нам нужно следующее. Нам нужно так заинтересовать пациента, чтобы он все сделал за нас. Как делаем это мы? В первую очередь рекомендовано проводить предварительную консультацию перед колоноскопией. Для чего это нужно? Это возможность получить полноценную информацию. Не только для нас. Мы можем собрать анамнез. Мы можем выявить какие-либо противопоказания к процедуре. И опять же, если мы говорим о колоноскопии, чаще это возрастные пациенты. Это дает нам возможность, они приходят с букетом уже, дает нам возможность назначить какие бы то ни было дополнительные обследования. Что это дает пациенту? Это дает пациенту понять, что вообще с ним планируют делать. Как следствие, получить максимально подробные рекомендации и добиться качественной подготовки. Во время нашей консультации мы даем пациенту понятную и простую шпаргалку на печатной основе. Почему это важно? Потому что пациент, если не сможет запомнить все, что ему сказано, он должен это прочитать. Здесь мы предлагаем пример того, что выдаем мы нашим пациентам. Мы всегда указываем дату, время, перечень препаратов, которые рекомендованы для подготовки. Также мы отмечаем, что в случае плохой подготовки процедура будет отменена. В нашем центре было для себя отмечено такое наблюдение, что мелкие, скажем так, продукты, содержащие мелкие косточки, должны быть отменены не менее чем за 7 суток. Потому что эти косточки очень часто забивают канал аппарата, то, что мы вынуждены извлекать аппарат, чистить канал. Это, ну, скажем так, очень сильно удлиняет и ухудшает процедуру и ее качество. В зеленой рамке мы подробнейшим образом указываем исчерпывающий список рекомендуемых продуктов, которые можно есть. И подробно по часам расписываем, как применять препарат. Также предварительная консультация дает нам возможность разрушить мифы, которыми обросла наша процедура. Первое – это стыд. Для того, чтобы пациент не чувствовал себя дискомфортно, мы применяем одноразовое медицинское белье. А второе – это страх. Для того, чтобы пациенту не было страшно, мы должны к пациенту относиться с максимальным дружелюбием, вниманием как к себе. Потому что, опять же, пациент приходит, он не понимает, что с ним будут делать и для чего это вообще все нужно. Ну и последнее – это боль. Боли при колоноскопии быть не должно. При применении правильной тактики, правильной методики интубации кишки с ручным пособием, если такое требуется, болевых ощущений быть не должно. Конечно, дискомфорт может быть. Ну, мы не на массаж пациента приглашаем, поэтому какие-то дискомфортные моменты всегда могут быть. Но боли быть не должно. И как выбрать препарат, которым мы будем готовить пациента колоноскопии? Здесь мы должны учитывать два важных фактора. Первый – это потребности врача. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы препарат был эффективен и безопасен. Что нужно пациенту, чтобы было комфортно? Что значит комфортно? Это мало, это вкусно, это удобно и безопасно. Таким образом, мы понимаем, что качество подготовки, то есть адекватность подготовки строится на трех китах. На эффективности, на безопасности и на удобстве приема. На данном слайде вы можете видеть те препараты, которые чаще всего применяются в Российской Федерации. Темным цветом обозначен объем действующего вещества, светлым – это количество дополнительной жидкости, которую нужно выпить после приема препарата. По первым двум препаратам все понятно. лавакол, эндофальк – это, в принципе, аналоги. Пикопрек применяется в основном в педиатрической практике. Что же такое эзиклен? Эзиклен – это относительно новый, однолитровый, малообъемный препарат, который был зарегистрирован в России в феврале 2019 года. Но, несмотря на то, что у нас он появился относительно недавно, в мировой практике он применяется довольно давно, с 2013 года. В странах США, Японии и Бразилии он применяется с тем же составом действующих веществ, но с поддругим коммерческим названием. Как он действует? Это астматическое слабительное средство на основе сульфатов. И за счет того, что он создает астматическое давление в кишке и тянет на себя воду, собственно, мы добиваемся очистки кишки. Чем он для нас удобен? Как для врача это удобно тем, что это готовый набор, и нам не нужно коррегировать дозу препарата в зависимости от веса пациента. Также мы с помощью этого препарата очень легко выполняем клинические рекомендации Российского общества эндоскопистов за счет того, что этот препарат подходит под схему двухфастую, то есть под сплит-режим приема. Этот препарат и его аналоги были исследованы в 2010 году Дагласом Рексом, и доказано, что качество подготовки на нем составляло как хорошее, так и отличное, не менее 98,5%. Что касается побочных эффектов противопоказаний, есть перечень как для всех препаратов этой группы, так и для конкретно эсеклена. Это профузная работа, асцит, беременность, потому что на беременных он еще не апробировался, и тяжелая почечная недостаточность. Хотя проводилось исследование с выборкой 6 пациентов с тяжелой почечной недостаточностью и 6 пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, по результатам которых наблюдали этих пациентов в течение месяца после приема этого препарата и роста клеренса креатинина, увеличение концентрации сульфатов в мочи или выведения солей кальция с мочой не отмечалось. И последнее, что бы хотелось добавить по методу подготовки пациента. В процессе подготовки этой презентации я наткнулась на вот эту картинку. Эмоции у меня были примерно вот такие. Очень важно, чтобы пациент мог с нами связаться в процессе подготовки, чтобы ему было у кого спросить, к кому обратиться, потому что могут возникнуть какие-то непредвиденные ситуации, дополнительные вопросы. В наших интересах, чтобы пациент был готов идеально. Тем более, если мы говорим о Крыме и о том, что до сих пор очень много докторов работает на фиброволокне. Таким образом, мы достигаем максимального комплайнса с пациентом, что приводит к идеальной подготовке. На этих слайдах вы видите, что промывные воды практически прозрачны. Это, кстати, пациент готовился на изюклении. То есть, в наших же интересах получить именно такие изображения во время кулоноскопии. На третьем слайде вы видите новообразование, которое, если бы там была муть какая-то, вряд ли бы мы увидели. Ну и последнее. В наших возможностях добиться максимально эффективной подготовки, соответственно, выявить и удалить как можно больше новообразований, ну и сломать как можно больше боссов. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Ну что, так, сейчас, минутку. Спасибо большое за Ваш интересный доклад. У меня два вопроса. Первый вопрос организационный. Существуют определенные рекомендации, вы о них говорили. В этом году европейским обществом был произведен апдейт этих рекомендаций. И, конечно, сплит-доза – это то, как нужно готовиться пациенту. Сейчас существуют и однодавные режимы утренней подготовки, если кулоноскопия проводится во второй половине дня. Но смысл этих режимов заключается в том, чтобы пациент, как только он подготовился, буквально сразу же поступил в отделение для проведения кулоноскопии. То есть по последним рекомендациям, последнюю дозу необходимо начать употреблять в течение пяти часов по планированию кулоноскопии, а закончить за два часа до кулоноскопии. То есть сроки весьма сжатые. Это может сильно ограничить пациентов, которые находятся очень далеко от эндоскопического центра. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас такие пациенты сложные, которым надо долго добираться до центра? И если есть, то как Вы решаете проблему такой адекватной подготовки чисто организационной? Спасибо за вопрос. Это действительно очень важный вопрос. И действительно такие пациенты у нас есть. Да, мы понимаем, что согласно клиническим рекомендациям мы должны готовить сплит-дозе. Но если эта кулоноскопия планируется на начало, допустим, на 6 часов вечера, сплит-дозой его подготовить довольно сложно и теряется эффективность. Поэтому такие пациенты готовятся у нас в центре. Готовятся они с утра. Мы наблюдаем за тем, что получаем на выходе. И по факту подготовки берем пациента на исследование. Спасибо большое. То есть это очень хороший опыт японских клиник Вы используете в Вашем центре. Там действительно так готовятся, приводят пациенты. Готовятся, пока они не будут готовы. Их не будут смотреть. Как только подготовились и сказали, что у Вас цвет стула адекватный в этой шкале, их берут на кулоноскопию. И второй вопрос, очень короткий. По Вашему слайду мне показалось, или это так, что в одном из слайдов у Вас есть изображение полипа под водой. Вы используете подводную технику кулоноскопии или подводную технику резекции в Вашем центре? Или это какой-то другой слайд? Конкретно по тому слайду, где полип был под водой, я хотела продемонстрировать качество, чистоты промывных вод, остаточных в кишке. То есть вот такую жидкость в идеале мы должны получить, чтобы не требовалось ее забирать и через нее было видно. Но да, если есть необходимость, мы действительно осматриваем кишку и в условиях под водой. И, собственно, резекции под водой мы практически не применяем. Вы выполняете резекции? Посмотр на веру. Спасибо. Спасибо.